Игра в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2018 года в России. Уже в эти выходные Бельгия предстоит играть свой матч, Чехии свой. Ну и на ушках экрана, давайте о нем в поротах. Второй Тубе Альдер Веральд, четвертый Винсан Компани по составу. Но Чехия наверняка тоже несколько сюрпризов нам покажет. Их состав, первый номер голкипер Тот и Теодор Гибриселай. Восьмой выдохнули Яромир Змыргл. Восьмой Владимир Дорида, капитан, с которым мы сегодня будем внимательно следить. Новичок Монако. Очень здорово, но мяч возвращается Дебрюйну. Еще один на вес, там лишнюю штангу скидка. Лукаку в штангу попадает. А теперь Фертонген. Лежит там голкипер сборной. Еще рассмотрим этот момент с самого начала. Выносит здесь мяч Якуб Бравец. Тут же Телеманс возвращает на Дебрюйна. Подача и сбрасывает головой. Прекрасный совершенно мяч Тоби Альдер Веральт. И дальше просто Ромелу Каку. Утыкается буквально и в штангу, и в Томаша Вацлика. И вот здесь они сталкиваются. Вацлик оказывается в таком очень неприятном бутерброде между мощнейшим бельгийцем и сам Манегасковым. Опасно. Это Башуаи убрал под себя. Но и вот наконец-то реализация сборной Бельгии начинает работать. 25-я минута. Бельгийцы выходят вперед. Миши Бабшуаи. И традиционно. Один финт и удар вдали удалку. Здесь вот Томаша Каллоса шансов особенных никаких не было, как и у него тески Вацлик. Томаш Каллос, кстати, защитник, который по-прежнему принадлежит к лондонскому Челси. Но при этом за саму команду, которую сейчас тренирует Антонио Конто, он сыграл всего два матча. Но, наверное, потому что он пока не готов к такому уровню борьбы. Этот сезон провел в Фулхоме, в чемпионшипе. Вот так даже здесь. Фрафной играет сборная Бельгии. Зря она это делает, потому что ошибается. И открывают свой счет. Сегодня чеки. Ать. Рыжему полунащитнику сборной Бельгии. Куртуа, Дебрюйн. Два касания. Никто ему не подсказывает, что за его спиной есть соперник. И выкаток Владислав Кречи и Михаилу Курменчику, который продолжает потрясающую статистику. Показывает четвертый гол за пять матчей за национальную команду. Браво. Наверное, это не самый трудный мяч для Михаила Курменчика. Тем не менее. Гол есть гол. Тем более за сборную. Один-один. Опасный момент. И опять Иржи Павленко спасает свою команду от прокученного мяча. Нет на сайду Миралеса. Выходит он один на один. И попадает во вратаря. Потом в штамп. Подача. Вот теперь уже гол. Мы не видели, как это случилось. Но видели, что сделал это Муруан Филайни. Я говорил, что он опасен. И он действительно подача на дальнюю штангу просто не достает. Никто до Муруана Филайни. И тот навесным ударом отправляет мяч в дальнюю девятку. И тут уже даже Иржи Павленко был бессилен. Не дотянулся Томаш Солчик. До Филайни. Ну вот защитников, по-моему, еще в детско-юношеских спортивных школах учат. Что надо футболиста соперника держать перед собой, а не за спиной. Но забыл об этом, к сожалению, Томаш Солчик сейчас. Муруан Филайни. Скидка отличная. Бить нужно отсюда. Еще один финт. Удар. Штангу попадает. Точка. Так все было разыграно хорошо. Здесь вот какую паузу выдерживает Солчик. Убирает бросающегося под ноги Фермалина. Между ног бьет Тоби Альдер. Хорош в силовой борьбе по штрафной Бентеке. Бентеке. Момент для удара. Опять не начал развернулся. Пробил рукой, по-моему. Ну-ка. Удар разворачивается. Рукой действительно играет. Ну а потом и Ржепавлен. Блестяще. Интересно, вот если бы был гол, надо было его защитить? Конечно нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова